Скажите, пожалуйста, вот вас видели в бронежилетке, это что? Вроде мы мирное население, это что? Объясните, пожалуйста, вот, например, я вас все время наблюдаю. Можете потрогать меня? Сейчас, конечно. А? Раздеться? Так, секунду, подождите, стоп, стоп, стоп. Вова, принеси мне мою синюю жилетку, которую все социалисты на телеканалах называют... Сейчас, сейчас, секунду. В соцсети вы сами сказали, что вы в бронежилетке. Подождите, вот если вы покажете в соцсети, тогда вот вам та жилетка, которую социалисты сейчас показали в Комсомольской правде. Да как при том, вы читали их пропаганду, вы читали их пропаганду, вот жилетка, смотрите. Вот одеваем. Но вы же пошутили, значит. Вы не поняли? Вы не поняли? Вы в соцсети пошутили, что вы в бронежилете, но я же читала это. Вы не могли прочитать. Вы случайно не с одного кружка с человеком, который был сыгран? Вам дали те же вопросы. Вам дали те же вопросы. Нет. Ну а как вы читаете в соцсети? Это написали социалисты. И вы на бумажке сидите и диктуете то, что вам они сказали. Я на бумажке. Вы послушайте. Мы пришли вас послушать. Спасибо вам большое. А ваши сказки про Гариту Сасей боятся приходить к людям и ходят в жилетки, в бронежилете за 10 тысяч евро. Что вы боитесь? Да нет. Какое-то прикидывание. Послушайте. Просто Игорь Николаевич, он такой человек творческий. У него 2 сантиметра щуреньки. Во-первых, я вам хочу сказать, что когда человек приходит, вот приехал Додона, приезжает другая, они начинают с платформы. Что он будет делать? А вы начинаете с Додона, с другими. Послушайте. Мария, мы уже видели, все платформы, ни одна не было. Ну вам не стыдно, вас обманули 4 года назад. Кто-то не знает об этой платформе. Пускай надо рассказать людям. Вы почему начинаете? А не начинать со скидки. Вас не оскорбляют. У вас очень надежная красная секта, я вас поздравляю. Додон говорит и офишает. Послушайте, у вас есть ваша красная секта, дайте поговорить с людьми, пожалуйста. Красная секта есть, мы разрешаем существовать. Пока Додон не сядет, можете с ним тоже разговаривать. Я все равно Додона посажу, хотите вы это или нет. Именно за тот беспредел, за то вранье, за все, что он устроил. Вы хотите жить в этой секте, продолжайте жить. Я хочу развивать страну и избавить страну от вашего кулька, и я ее избавлю. Хотите вы этого или нет. И то, что Додон будет сидеть в одной клетке с плакатюком, и я их буду показывать вам по стране, можете в этом не сомневаться. Девочки, вам нужны только платформы или дела. Потому что сколько платформ до сих пор говорили, с ней одна не выполнилась. Вы со мной согласны? Что выполнили до сих пор за 4 года? Одни обещания. Больше ничего. Послушайте, посмотрите на причины. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, послушайте. Я была, рушилась, все разрушилась. Послушайте. А сегодня мы закончим. Да здравствует ваш Додон. Ура, товарищи. Ура. Молодец, Красная Секта. Супер, красавчик. Вот, допустим, вы будете президентом, бород вас выберет. Вот мне интересно, как вы будете вести диалог с Путиным, с Россией, потому что, хошь не хошь, мы готовы. 15-я страна. Да, Додон мне там нарисовал уголовное дело. Ну да, вы в уголовном розыске в России. Да. Как вы будете вести диалог с Путиным, потому что он с такими не говорит. Послушайте, это кто вам сказал? Я знаю, я смотрю новости. Ну, так вы смотрите не Додон ТВ, а вы смотрите... Не, не, я смотрю, у нас в Белянцах показывают российские телевидения. Так я вот вам объясню одну вещь. Вы знаете, что как примар Бельц, я за все годы подписал договор о сотрудничестве с Собянином, с Москвой, с Шансовым, Нижний Новгород, полтавченко, Питер. Я отправляю туда, едет Додон. Ну, насколько я видел, вы постоянно участвуете в 21-м канале. Это канал Дождь. Какой 21-й канал? Это канал Дождь. Это оппозиция Россия. Какой канал Дождь? Я на канале Дождь был 4 года назад. 24-й канал. Вы там постоянно там. На Россия-24? Да. Россия-24 это федеральный правительственный канал. Это канал Дождь, который управляется из-за рубежа. Дождь из-за рубежа, Россия-24 это другой канал. О чем говорите? Не путайте. Я такой же грамотный, как вы. Не надо кричать. Я не путаю. Если я что-то говорю, я знаю, что говорю. Дайте сказать. Я вам отвечу одно. Два года назад Додон договорился с тремя Додонами, чтобы не назвать их по-другому, ФСБ, которые пришли в масках ко мне домой и попросили написать расписку, что я не буду критиковать Додона. Они с Плохотником как раз тогда деребанили страну. Я должен быть послушным. Я послал этих начальников ФСБ на три буквы вместе с Додоном и сказал, что я не буду ручным ни у русских, ни в Вашингтоне. У меня нет претензий к России. Но эти три подонка ФСБ, от капитана до генерала, который... Наша продукция. Я вам про Ивана, а вы мне про Куркана. Понимаете? Еще раз вам говорю. Не надо смеяться. Вы живете как я. А может, некоторые даже хуже. Причем тут продукция? Продукция сегодня... Послушайте. У меня нет проблем со стороной. У меня проблема с тремя негодяями, которые мне сфабриковали дело. Я почему бы... Я извиняюсь. Я почему бы там говорю. Когда-то я мог спокойно возить яблоки, сливы, груши в Россию. Вот поэтому Россия меня интересует. Вы и сегодня можете, только надо договариваться через людей до Дона. И сегодня можете. Я же знаю, как эмбарго создавалось и как... Я вас прошу, как вы собираетесь конструктировать эти дела? Послушайте. Я как примар Бельц. Когда появилась эмбарго, пришел к Рогозину на первую встречу и снял эмбарго с 30 компаний и с двух винзаводов. Как примар Бельц. Не как президент, не как премьер. И еще раз. Поймите. Сегодня я буду выстраивать отношения со всеми странами, в том числе и Россией. Я с детства гражданин России. Но я вам тоже обещаю, что если я как стану президентом, я откажусь от российского гражданства и буду требовать, чтобы все молдавские чиновники имели только один паспорт. Хотя у меня гражданство... Тогда у меня второй вопрос. Почему вы были против на прошлых выборах, чтобы в России открылись избирательные участки для молдавов? Послушайте, не на прошлых выборах. А эту пропаганду запустил Додон две недели назад. Ну неважно, факт остается фактом. Ну как? Это вы рассказываете мне бред Додона. Вы же не хотите прочитать документы. Ну извините меня. Такой же бред, можно сказать, бред усатого. Вы не поняли? Мои сангу. Вы ответьте на вопрос. Отвечаю на вопрос. Прочитайте, что я подписал, и потом болтайте. Вот просьба. А вы несете чушь и пропаганду. Там написано, что подписались... Меня они же как сказали? Усатые с униянистами против участков в России. И вот этот бред несут телеканал Додон. Я подписался по документам. Я не смотрю этот канал. Я смотрю российское телевидение. И вы по российскому телевидению услышали эту... Я смотрю у меня через интернет телевидение. Так вот, не говорите глупости. На российском телевидении это не говорят. Это несет Додон. Я подписал письмо вместе с другими против фальсификации на выборах. Я... У нас сегодня наблюдатели на всех участках в России. И я всегда говорил, что их там должно быть достаточно. То, что сегодня несет Додон и говорит, что вот это сделал усатый, потому что против людей, против участков и так далее. Додон самый большой мошенник, лгуны, подонок в истории. И то, что у него еще риг 2 сантиметра... Вот знаете, я бы с кем обсудил? Почему вот это очень важный вопрос, который вы задали про участки? Я готов с Додоном выйти на дебаты. Во двор. На любой телеканал. С документами. С письмом, которое подписано. Почему Додон? Он приезжает в Бельцик, как гузганчик. Узнал, что усатого нет Бельцик. Быстро приехал Бельцик, сделал 3 фотографии, уехал. Я прямо... Он президент страны. Он, если думать, что окружил себя людьми с зонтиками, я с ним, с Майя Санду, с любым... Я все равно Додона где-то поймаю. Просто придется привязать его, может быть, к забору. Мы выйдем на дебаты. Мы выйдем на дебаты, где я ему задам все вопросы, и он пусть задаст мне. И вы увидите, Додон, понимаете, он смелый, машет пальцами, когда меня нет рядом. Вот тогда Додон смелый, понимаете? И я встречусь с Додоном, и мы все это публично разберем. И все остальное, что он обещал. Это у меня третий вопрос, если вы не против. Конечно, не против. Почему вы поддерживаете... Ну, так выходит из вашей предвыборной программы. Я наблюдаю, поверьте, потому что вот начали смеяться. Я очень спонтруюсь в интернет, я много чего вижу. Почему вы поддерживаете унионистов, которые хотят заунировать? Вы не хотите выпить сейчас димедрол, а? Нет, просто вы несете бред Додона. Нет, это не бред. Или вам дали социалисты задания. Еще раз. С моих уст... Амуас култаза денуайва. Вы слышали с моих уст, что я заунирую? Тогда вам либо нужна справка с Костюжен, либо вы провокатор. Я вам могу посоветовать то же самое. Да можете мне советовать что угодно. Вы, если несете бред, я вижу, что вы заунируете. Я слежу за вами, и я много знаю. Я знаю вашу молодость. Я знаю, как вы отбирали деньги у студентов в общежитии. Тебе не стыдно? Нет, вам не стыдно. Извините, не тебе. Вам не стыдно? Я много старше вас. Так, я с Роэков заработал. Нет, Додон его заслал. Им сейчас нужно для телефона, для ролика. Вы смотрите за Додона, что Додон сделал за свое свидетельство. А Усаты, если ему не будут мешать, он будет делать само правильнее. Так что вы смотрите за своим договором. Нет, да не про деньги. Похожи. Я не боюсь бандитов. Усаты, может быть, Додон сделал за свое свидетельство. Дайте я скажу, послушайте, пока в стране есть такие долбоебы, как ты у страны. Да. Да.